Ай-тиха! Соединяет несовместимые технологии и вдохновения. Чтобы сделать хит из ничего, ему достаточно компьютерной мышки. Может часами разговаривать с умной колонкой. Смог зарегистрироваться на госуслугах с первого раза. Мог бы взломать турнирную таблицу и добавить себе сотни баллов. Но хочет выиграть честно. В прошлый раз я постарался сделать то, что никто до меня в проекте не делал. И мне кажется, всем это понравилось. Это просто космос. Реально очень крутой микс. Вы замиксовали, получается, сразу троих артистов. Мне кажется, это очень крутой какой-нибудь музыкант. Молодой? Нет, мне кажется, это уже состоявшийся артист. Я выбрал правильную тактику. Меня это вдохновляет и заряжает на новые победы. Он тебя целует, говорит, что я люблю. Он отчаяния обнимает, к сердцу прижимает. Мучаюсь от боли со своей любовью. Фотографии в альбоме. Руки вверх. Да. Я с лучшим тёпом брожу один. Ты не сможешь вернуть её. Шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это было бы не ты. Но рядом с ним ты идёшь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала меня. Что же ты сделала? Я ж тебя так любил, так любил. А теперь потерял тебя. Магия какая-то, да, такое прям. Он тебя целует. Говорит, что любит. И ночами обнимает, сердце прижимает. Мучаюсь от боли со своей любовью. Фотографии в альбоме. А тебе напомнят. Он тебя целует. Говорит, что любит. И ночами обнимает, сердце прижимает. Мучаюсь от боли со своей любовью. Фотографии в альбоме. А тебе напомнят. Зачем тёплым гремит гряза. Снова вижу я вас вдвоём. Ты улыбаешься. В сторону я отвожу глаза. Что же делаешь ты со мной? Зачем издеваешься? Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала меня. Что же ты сделала? Я ж тебя так любил, так любил. А теперь потерял тебя. Он тебя целует. Говорит, что любит. И ночами обнимает, сердце прижимает. Мучаюсь от боли со своей любовью. Фотографии в альбоме. А тебе напомнят. Он тебя целует. Говорит, что любит. И ночами обнимает, сердце прижимает. Мучаюсь от боли со своей любовью. Фотографии в альбоме. А тебе напомнят. Кринж. Приятненький такой. Краш, кринж. Не ожидали? Нет. Вообще не ожидали. Такой известный трек. Так, перейдем. Ну вы узнали хотя бы. Ну конечно, руки вверх. Вот это да. Шок-контент. Да вы просто наш краш. Вы абсолютно точно выделяетесь просто из всех наших участников. Тем, как вы работаете с музыкой. Тем, как вы ее слышите, видите, как вы ее подаете. Это очень круто. Спасибо. И я, вы знаете что, я боюсь за Антона Беляева, потому что кажется у него появился конкурент. Конкурент сто процентов. Если это не он. Ну, кстати, может быть. Ну, я, кстати, сидела и думала о том, что я так люблю, когда есть каверы на очень известные треки. Я все время думаю о том, что круто бы это использовать в кино. И я сейчас подумала, что когда я соберусь что-нибудь такое снимать, я обязательно вам позвоню. Не, спасибо. И надеюсь, вы мне не откажете. Не показалось вам, что это как-то с грустинкой какой-то такой? Ну почему нет? Это с такой мужской сильной энергией. Если в оригинале, в оригинале это все-таки такое какое-то подростковое переживание на более высоких нотах. Потрясающий хит, который мы все очень любили. Другой человек, да и пофиг. Но здесь получилось так по-взрослому. И теперь уже даже я сочувствую герою, который остался. И вообще не сочувствую той, которая с другим. И мне кажется, эта музыка как раз и соответствует тексту. Потому что текст грустный. Это все ли руки вниз? Если честно, мне очень повезло, потому что меня часто бросают девушки. И поэтому у меня есть возможность сделать такие хиты. Поэтому даже если меня бросят этот проект, я не переживаю, смогу сделать хит. Но вы знаете еще что? Я хочу добавить, что у вас вырисовывается одна какая-то линия. Вот в ваших произведениях, которые вы нам показываете. И если кому-то другому мы бы сказали, что это как-то однобоко и однопланово, то у вас это вот прям собрание сочинений, концепция, стратегия. Да, да, есть такая стратегия большая. Я бы хотела на ваш концерт. Да, и это очень прикольно, что вы такой скромный парень, айтишник, а у вас такая глубокая, дарковая, интересная душа, в которой очень хочется покопаться. А также всегда в «Тихом омуте» там что только не водится. В «Тихоновом омуте» в «Тихоновом омуте» водятся. Я надеюсь, что дальше будет еще интереснее. Я тут, знаете, что сейчас понял при вашем разговоре? Помните трек «Седьмой лепесток», который сначала исполнял... Антон Токарев. Да. И Антон Токарев его перевернул и сделал хитом. Вот, мне кажется, что-то похожая история какая-то сейчас. То есть Антон Токарев? Вполне возможно. И еще у меня появилась версия, пока я прослушивал, мне показалось, что здесь что-то от «Матранга» есть. Что там? «Медуза, медуза, мои друзья». Либо ты вдохновлялся им, либо ты что-то хочешь нам этим сказать. Либо шапка. Либо это просто модная мода, знаешь. Модная музыка. Она вот такая модная направление. Либо у нас может звезда прям родиться на этом проекте. Я хотел бы отметить, что несмотря на вот этот вот энергетический посыл сейчас, да, такой вот абсолютно такой проникновенный, такой мужской плавный. Дымный, дымный. Да. Все равно смотрите, как взбудоражил он наши-то сердца членов жюри. И поэтому, айтихом, следуй своему алгоритму. Спасибо. Следуй своему сочетанию вот этих вот различных. Я не знаю, какая у тебя двоичная система измерений, или же стиммеричная, если брать в расчет ноты. Но это получается и получается классно. Удачи тебе. Спасибо. Спасибо. Это моя профессия взламывать. Буду стараться дальше взламывать ваши сердечки. Все, спасибо большое. Мы ждем следующего твоего хита. О, как, о, сердечки пошли. Смайлики.